Всем привет! Я сегодня хочу поговорить о породе Хатот, так как считаю, что эта порода в России имеет перспективу развития, но по сегодняшний день не получила развития в кролиководстве. Так что давайте я остановлюсь на этой породе поподробнее. Хатоты это удивительные красавцы, белоснежные кролики с глазами лани, обведенные черной каймой и потому кажущимися очень большими и выразительными. Глазам соответствует и общий внешний вид животного, он очень напоминает игрушку, кролики имеют коренастое тело, аккуратную закругленную мордочку и мясистые, средней длины, хорошо поставленные и опушенные уши. Эта игрушечность при отличных хозяйственных характеристиках стала причиной тому, что в 2007 году Хатоты на сайте Ассоциации немецких селекционеров-заводчиков ЗДРК после голосования между экспертами и кролиководами эта порода была выбрана Хатот Кроликом Года. Это признание имело особое значение, потому что в том году голосование проходило в первый раз и выбор соответственно был огромный из пород. Появились Хатоты у селекционера Евгения Бернарда, проживающего в Нормандии в коммуне Отто-Ан-Ош, по названию которой и была наименована порода. В 1912 году Бернард впервые показал их на выставке сельскохозяйственных животных в Париже. В 1922 году породу признали во Франции и она стала стремительно распространяться по Европе, так как белоснежным красавцам просто нельзя было остаться равнодушными. В 1961 году в Хатоты вошли в немецкие стандарты пород кроликов. Столь долгая задержка в признании была вызвана ничем иным, как только Второй мировой войной. В 1979 году Хатоты признаны Американской ассоциацией заводчиков кроликов Арба, всем известная, и другими организациями. Надо отметить, что в США и Англии кролики этой породы отнесены к редким и даже охраняемым. В Америке, например, поголовье породных Хатотов составляет всего около 1000 животных. Сейчас перед вами голландские Хатоты. Это я их снимал на Нордшоу в Голландии, в Асцине. Тетэ Холл – это там, где проводятся международные гонки Формулы-1. Теперь давайте коснемся стандартов. Хатоты – это кролики средней мясной породы. По стандарту их идеальный вес составляет 4-5 килограммов. И эксперты в этом случае ставят им 10 баллов. Нижняя допустимая граница – 3,5 килограмма. Тогда он получит 8 баллов при оценке. А верхняя допустимая граница – 5-25 килограмма. В этом случае он получит от экспертов 9 баллов. Максимум веса животные набирают к 8 месяцам, а месячный прирост составляет в среднем 500 граммов. Тело Хатоты имеют слегка лишь удлиненное, но очень гармоничное по сложению. Голова короткая, с широкой мордой. И ушами длиной от 12 сантиметров до 12,5 сантиметров. Шея короткая, мускулистая. Характернейшая примета – это красивое черное кольцо вокруг каждого глаза шириной 3-5 миллиметров. Согласитесь, очень гармонично смотрится. На белом фоне черное такое око, я бы сказал. Сами глаза темно-коричневые. Мех блестящий. Равномерно белый, без оттенков. С очень плотным подшерстком. Волос длиною 3-3,5 сантиметра. Равномерное распределение сетевых волос и их большое количество создают эффект инея. Когти тоже белые у кролика. Хатоты активные и весьма выносливые животные. Но активность его вы видели в этом видео, как кролик от меня удирал по полю. Да, в процессе перевоза на дальние расстояния нам приходится где-либо выгуливать их на полянке. И бывает так, что кролик, когда разбегается, бывает даже очень трудно его поймать. И хочу резюмировать, что эта порода подходит для содержания как начинающим кролиководам, так и кролиководам со стажем. Только, конечно, в нашей стране ее трудно приобрести, так как она не развита у нас. Но, в принципе, все это возможно. Тем более, я могу помочь приобретении. На этом ролик буду заканчивать. Всем удачи, всем пока!